Друзья, всем большой привет! Сегодня хотел бы поделиться своим впечатлением о Т110Е5. Я покатал какое-то время на этой машине и хочу поделиться своим мнением о нем на сегодня, на 2022 год. Поэтому присаживайтесь поудобнее, мы начинаем. Т110Е5 это тяжелый танк США, расположился на 10 уровне. Шикарный тяж, сразу авансом скажу, качать точно, по-любому, потому что машина реально мне очень понравилась. Я планирую его выкачать себе на основу, потому что из того, что у меня там есть Т5, я в свое время не качал. И сейчас самое время на эту машину взять. Главное достоинство танка это однозначно его орудие. Мы видим, что у нас пушка 120 мм, пробитие базовым снарядом 258, кумулем 340, альфа за выстрел 400 единиц. Это очень даже немало. Видим, что разброс у нас 0.35, время сведения 2 секунды. ДПМ в стоке 2727 очков. Ну то есть это очень и очень хорошо. Видим, если ставим досылатель и вентилятор с хорошим экипажем, то есть с боевым браслом, у вас ДПМ будет 3.5. Это как у Супер Конкерера. Это очень-очень достойный показатель. То есть большинство тяжей вы спокойно сможете перестрелять. Если сюда еще воткнуть трофейное или боновое оборудование, будет вообще классно. У танка очень неплохое бронирование башни. Есть хороший УВН, минус 8. Неплохая подвижность. То есть мы видим, что 37 км вперед 14 назад. Это очень даже не слабо. То есть танк в принципе доезжает до своей позиции довольно уверенно. Можно, конечно, поменять вентилятор на турбину, чтобы машина каталась еще быстрее. Но в целом в такой сборке мне машина очень-очень понравилась. По оборудованию я поставил себе закалку, потому что я часто иду в размин досылатель и вентилятор. Конкретно полевая модернизация в моем стиле игры выглядит таким образом. Вы можете, конечно, поставить так, как вам будет удобнее. Но я для себя отметил именно в таком ключе. Мне максимально оптимально нормально. По перкам экипажа качаем обязательно ремонт, боевое братство, плавный поворот башни, плавный ход. То есть стандартный такой универсальный набор перок для тяжей. У меня он всегда практически один. То есть в остальном машина очень сильная. Реально. Я не понимаю, почему их мало в рандоме. Потому что танк действительно очень-очень достойный. Поэтому, ребята, однозначно качать. Сейчас давайте поговорим о бронировании в коллижн. А дальше посмотрим какой-то интересный бой. Поехали в коллижн. Коллижн модель этого танка выглядит таким образом. Видим, что у нас VLD. Стыки, чуть выше стыка, имеет 330-320 миллиметров. То есть в целом там по 400. VLD ничем не пробивается. NLD также имеет много зон, куда он пробиваться будет с трудом. Но в целом там 220-225 миллиметров. Башня, щеки очень-очень достойные. Маска ничем не пробивается. Лючок вот этот огромный, командирский. И иногда в него будет залетать, но не каждый выстрел. То есть здесь не так, как у Е4, куда прилетает постоянно. Он более-менее зашит. Не такой, конечно, как у Е3. Но, тем не менее, зашит неплохо. Борт, в принципе, иногда что-то танкует. Но чаще всего вам будут стрелять в планку над гусеницей. Поэтому рассчитывать на то, что вы будете стабильно отбивать ромбом, я бы не стал. Лучше на этой машине стараться прятать вашу NLD-шку и работать просто от башни и от VLD. Тогда вы будете наносить уверенно урон и не принимать его в ответ. От борта играйте на свой страх и риск. Здесь, судя по моей практике, пробивают практически всегда. Потому что выцеливают чуть выше гусеницы, а туда уже залетает с уроном. Раньше у этого танка была проблема с катками. То есть он выбивался через катки. Сейчас я поиграл буквально 25 боев. На нем я не заметил этой проблемы. Хотя, возможно, она присутствует. Вот однозначно говорить не буду. То есть у меня нет на нем тысячи боев, чтобы знать этот танк. И в хвост, и в гриву. Делюсь своим мнением, скажем так, по-первыху. Я откатался и хочу, чтобы вы поняли. Броня здесь есть. Но назвать ее какой-то рекордной я не могу. Кое-что танк способен отбить, но главное его достоинство это орудие и ДПМ. В остальном броня вас будет прощать, но не всегда. С этим, друзья, разобрались. Поехали посмотрим в бой и поговорим о машине. Бой, друзья, у нас на карте Тихий берег. Забросило нашего сегодняшнего героя в сетап с восьмыми уровнями. Видим, что всего лишь три десятки в бою. А это уже жестко, как мы прекрасно все понимаем. Играет он в основном на кумулятивах, как видим. Там пробой царский, 340. Я не знаю, правильно ли это. Машина играется неплохо и на ББ. То есть я хоть и играл на пресс-аккаунте, но играл его на ББшках, когда надо было грузилку мули. Он играется абсолютно нормально на бронебойных снарядах. Да, есть цели, которые пробить будет трудно, но если играть с умом, пробивать можно всех и вся. Также видим, что у него стоит ящик колы, чтобы характеристики машины были на максимуме. И, скорее всего, у него есть закалочка. Изначально принимает решение, видим, ехать направо. Это абсолютно правильно на нейкарте, потому что у него есть УВН и есть крепкая башня. Это будет абсолютно верно реализовывать машину от рельефа. Хочу вам напомнить, пока он едет на позицию, то, что, друзья, я провожу розыгрыш голды в каждом видео. И именно в этом видео мы подбиваем итоги розыгрыша за... Итоги розыгрыша из видоса 274А объекта. Поэтому, друзья, когда досмотрите ролик, пролистайте страницу вниз и посмотрите. Возможно, вы увидите свой ник в именах победителя. По 1000 золота получат все победители, которые найдут свои ники внизу. А для принятия участия именно в этом розыгрыше вам нужно написать любой дельный комментарий, указать свой танковый ник и поставить лайк этому видео. И обязательно нужно быть подписанным на канал. Пока мы с вами разговаривали, нанес он уже два выстрела, как видим. 839 урона уже в копилку занесено. Я бой не изменяя себе не смотрел, поэтому давайте будем смотреть вместе. Будет нанесено огромное количество урона, то есть 10 тысяч. Игрок написал на вот реплейс, что это его первые 10 тысяч на аккаунте, поэтому давайте посмотрим. Видим, что много противников светится на пляже, так сказать. Знаю, что по-правильному это не пляж, но для меня это пляж. Везде, где есть водичка, это все пляжик. Подкатывается он к ОМОНу. Пробует его загуслить, но ОМОН не лыком шитый. Видим, что откатывает сразу назад. Понимает, что нет смысла стреляться против Е5, но тем не менее принимает урон в свои огромные дальномеры. Ему нужно гуслить ОМОН, потому что он может лишнюю альфу от него принять. Благо помогает артиллерия. Здесь УВНа у ОМОНа не хватит, чтобы уверенно пробивать. Вдальномер работает еще один выстрел. То есть видим, буквально прошла минутка боя, полторы тысячи урона уже в копилке. Эта машина реально способна на стрел, потому что перезарядка довольно быстрая. Танк ДПМный, на нем интересно играть. Мне он понравился больше, чем Супер Конкеррер. Я знаю, найдутся фанаты и коня, конечно же, скажут, что ты дурак, ты не разбираешься. Ну, конь по-своему хороший танк. То есть глупо его называть плохим. У него минус 10 УВН, у него классное комфортное орудие, неплохое бронирование, но однозначно его назвать сильным прямо сегодня, в 2022 году, я не могу. Потому что у него есть огромная зона, уязвимая в маске орудия, куда чаще всего вас голдой будут пробивать. Здесь такой зоны нет. То есть по оттанкованию от башки эта машина, как по мне, сугубо, как по мне, друзья, она чутка получше будет, чем Супер Конкеррер. Но, опять же, я никого ни к чему не призываю, друзья. Смотрите сами. Мне машина понравилась. Я хочу, чтобы вы просто оценили конкретно мое мнение. Согласитесь вы с ним или нет, решать, конечно же, вам. Разбирает он новую итальянскую ПТ-САУ 9 уровня. Видим, что на аккумулятивах она шьется в корпус без проблем. Здесь он попал ему, я так понимаю, в башню. Там бронита поболее будет, чем 340. Хороший он занял позицию, подкатился уже. Еще дает шот, не пробивает. 2700 урона настрелял. Видим, что по счету команды более-менее равны на данном этапе. Дает еще один шот. Хороший альфа, вылетает 414. Ему нужно стараться закрывать башенку. Видим, попадает ПТ-шка в башню, но не пробивает. То, о чем я с вами и разговаривал. Оно не всегда в эту огромную надстройку будет что-то залетать. Но способно отбивать урон. Он в маску просто дает. Чуть-чуть левее от маски ИСу-3. Не чувствует его бронирования. Хороший у него такой получается тир. Много противников подставляются. Видим, что пушка даже на дальний настрел очень комфортная. То есть у него хорошая стабилизация. Я, к сожалению, не знаю, какой у него набор оборудования в этом бою. Но, возможно, игрок найдет наш реплей. Вернее, свой реплей в нашем видео и напишет, на чем он играл в этом бою. Было бы интересно. Добирает в щеку ИСа-3. ИСа-3 нанес ему хороший урон. Не добрал. Оговорился. 297 очков прочности у него осталось. Так полагаю. Да, добирает его. Видим, что позволяет орудие стрелять довольно часто. Перезарядка быстрая. 5000 урона у него уже есть. 1880 натанковано. Видим, что прошло у нас 4 минуты боя. Для многих ребят это уже урон был бы рекордный. Но на этом наш сегодняшний герой останавливаться не будет. Поэтому кому нужен этот танк? Если вы фанат тяжелых танков, да, здесь нет какой-то супер имбовой брони. Типа там как у советов. Но машину назвать рыхлой я не могу. У него есть бронирование. Если знать его достоинства, вы сможете стабильно играть в каждом бою. Видим, что провалились на противоположном фланге союзники. Нужно возвращаться, потому что гвардеец за грилем не удержит этот натиск. То, я так полагаю, наш герой и делает. Хороший очень урон он настрелял. Разнес здесь фланг, приехал. То есть, так и нужно играть, друзья. Если вы видите, что у вас машина способна играть от рельефа. И на карте есть рельеф, где вы необходимы. Не нужно ехать там в стандарт какой-то позиции. Едьте туда, где вы сможете эффективно реализовать ваш танк. Многие игроки, как я замечаю, этого не понимают. Этим не пользуются. Не знаю почему, если честно. Вообще, разъезды в последнее время в нашей игре, я думаю, вы со мной согласитесь, очень странные стали. То есть, много новых игроков, которые недавно пришли. Либо же игроки, которые не хотят учиться, не хотят развиваться. Ездят в какие-то непонятные зоны, умирают с нулем. То есть, у меня много боев на стримах. Кто, ребята, бывает, те знают то, что... Я не прям какой-то там скиловик, однозначно. Но вот есть бои, когда я там на восьмом уровне с десятками. И у меня просто на восьмерке настрельно больше, чем на десятке. То есть, люди умирают там на каких-то 60 ТП, на ИС-7, там с двумя выстрелами. Но это смешно. У вас машина способна в урон. Вам нужно просто стоять, выбирать нужный разъезд, выбирать зону, где вы можете эту машину реализовывать. То есть, многие этим не пользуются. Друзья, для вас есть сайт Вот Реплейс. Вы можете выбрать свою машину, на которой вы качаетесь, на которой вы играете. И просто спокойно посмотреть, позагружать реплеи, как другие игроки на них играют. Изучить зоны, разъезды и так далее. Заехал он здесь в спину противником, который уже на базе. Разбирает Крайслер. Для него Крайслер это не противник абсолютно. Тем более, если он на ББшках, там пробитие очень-очень маленькое. 198, если я не ошибаюсь. Ну, то есть, смешное пробитие для тяжа. Нужно работать по 60 ТП. 60 ТП жирный очень мастодон. 2100 очков у него. Поэтому нужно стараться его разбирать в первую очередь. Не получается пробить его кумулятивом. Танкует ТНХ. Здесь он загнал себя довольно-таки неудобное положение. То, что он стоит под артой. По противникам остались они 3 на 3. Три союзника против трех танков противника. 60 ТП имеет огромный запас прочности, который нужно 100% разменивать. Нужно выцеливать. Не везет ему пока с попаданиями. Нужно откатываться, пробовать зайти с другого рельефа. 13.90 в спине. Который может заехать, выдать барабан. И он потеряет много очков. Это не должно такого случиться. Я надеюсь, Исуха ему поможет с этим. Или он сам их будет всех разбирать. У нашего героя уже 6690 урона. То есть урон уже очень достойный. Видим, что у него уже 3 фрага есть. Если доберет еще этих троих ребят, будет воин. Будет вообще классно. Я напоминаю, друзья, если нравятся мои ролики, не забудьте поставить палец вверх. Написать любой комментарий. И подписаться на канал, если вы еще не подписаны. У нас скоро будет новый стрим. Я пока думаю над тематикой стрима. Думаю над тематикой видео. Если у вас есть какие-то предложения по контенту, пишите. Те, кто, друзья, ко мне подписан буквально на меня с первых там дней, те знают, что я прислушиваюсь к своей аудитории. Потому что в первую очередь я создаю контент для вас. Поэтому пишите. Хороший альфу дает по 60 тп. 7100 урона уже в копилке. Здесь они на него могут выкатиться. Ему нужно отъезжать. Поляк так быстро не заедет. Нужно попробовать добрать Чеха. Я бы абсолютно так же действовал. Потому что Чех, он хоть и меньше по уровню, но он не менее опасен. Здесь он поспешил с выстрелом. Нужно было спокойно свистеть. Сейчас он, скорее всего, примет неприятный выстрел в корму. 60 тп. Да, я думаю, примет. Гвардеец стреляет по своим. Просто что происходит? Выбивает двигатель ему. ТНХ. Они там не могут разобраться. 60 тп. Вдвоем встать на захвате. Крутить здесь 60 тп. Просто какое-то происходит диковинное поведение противника. Я вообще не понимаю, что они делают. Приехал 1390. Дает первый шот. Так. 1390 решает заехать. Второй шот такой. Повезло ему очень попасть здесь. Закатывается назад, потому что не хочет принимать выстрелы. 60 тп. Поляк может нормально его разрядить. Там альфовое хорошее орудие. Не смотрел видео по 60 тп. Оно есть у нас. Мы играли, кстати, во взводе с автором реплея на 60 тп. Парень очень круто играет. То есть мне понравилось. Поэтому если смотришь этот ролик, тебе большой-большой привет. Ставит его поляк на гусеницу, благо без урона. 8800 урона уже у него в копилке, друзья. Тысяча на свете. То есть 10 тысяч сумарки. А у него будет 10 тысяч. Это основного урона, я так полагаю. Ха, рикошет от днища. Ну бывает и такое. Бывает и такое. Он уже на ББшках осталось всего буквально у него 3 снаряда. Отстрелял все снаряды. Добирает этот бедный 60 тп. Ну и 2 фугаса. Выбивает ему боюкладку. 90. Повезло, что он не взорвался. Ну и последним выстрелом, фугасом он его добивает. Если бы еще один снаряд промазал или бы отстрелял его, чутка бы подождал, был бы конечно Уолтерс, да? Так медаль называется, не помню, друзья. Если понравился этот ролик, не забудьте палец вверх, подписка. И отвечаю на ваш вопрос, нужен ли вам этот танк. Если вы любитель тяжелых танков, то нужен однозначно. Надеюсь ролик понравился. До новых встреч и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok